В эфире программа День города. Здравствуйте, в студии Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Новые роботизированные тракторы сегодня прошли испытания Рязанской землей. В Рыбновском районе прошел День поля. Граждане Рязани примут участие в создании нового реестра, который должен помочь маломобильным гражданам. Свершилось! Спустя месяц ожиданий с 27 июля открылся проезд по Кремлевскому валу. И мотоциклисты снова пополнили сводку аварийности региона. Авария с их участием произошла в Михайловском районе. 27 июля в Рязанской области прошел День поля. Праздник собрал фермеров и представителей крупных агрохолдингов, производителей сельхозмашин. Особый интерес, как обычно, вызывает техника. Это и новая, и испытанная уже в полях. Были представлены и совершенно уникальные образцы – тракторы, роботы. Традиционно День поля становится площадкой для демонстрации передовых технологий в области сельхозтехники. В выставке принимают участие представители агропромышленного комплекса области и гости из других регионов. Ведь здесь действительно есть что посмотреть. Уникальная машина – трактор-робот. Хотя специалисты говорят, что роботы возделывать поля будут уже буквально через несколько лет. Такую машину и более 100 единиц техники смогли сегодня увидеть все на сельскохозяйственной выставке. Так в области отметили День поля. Агробот – полностью беспилотная машина, которая призвана заменить людей в агропромышленном секторе. Этот трактор отслеживает все данные, которые он собирает вокруг себя за счет сенсорных систем. То есть он понимает, какие на встрече у него объекты находятся, точно может позиционироваться на поле. Полноценный робот выполняет все задачи за человека. Спахивает поле, сеет, убирает урожай. Фактически это полноценный трактор, которому можно установить любую систему навесного оборудования. Он оборудован трехточной системой подвески. И сюда устанавливается либо плуг, культиватор, любое оборудование, которое необходимо функционировать. Уже этим летом трактор будет работать в поле на одной из рязанских ферм. Особенно важная разработка принадлежит конструкторскому бюро «Аврора». Внедряют в жизнь беспилотную технику рязанские инженеры. Именно хэнс-фри фермы, где без доступа человека есть возможность все вот эти последствия соблюсти. Так что заезжайте. И заняты территорией будущего. Вот так наука помогает развитию сферы регионального сельского хозяйства. С такой поддержкой возможны здесь свершения чуда, только уже сельскохозяйственного. Тем более направления, куда надо двигаться, уже обозначены. В первую очередь, конечно, вовлечение всех земель в сельскохозяйственный оборот, в эффективный оборот. То есть земля должна проходить необходимые процедуры мелиорации, и так далее, удобрения должны выноситься. То есть земля должна быть качественной, насколько это возможно при нашем качестве почвы. Второе, это, конечно, переработка. То есть необходимо перерабатывать всю продукцию, которую мы производим, здесь, на месте, в Рязанской области. Сверить часы и обсудить готовность региону к началу уборочной смогли на специальном совещании представители Министерства сельского хозяйства с местными фермерами. Обозначили и ключевые задачи отрасли на перспективу. Конечно, сегодня мы уже оказываем достаточно большое количество поддержки по конкретным инвестиционным проектам. Их сегодня недостаточно. Мы планируем их увеличение в несколько раз, при том с учетом точек роста именно вот этого региона. Это очень важно. Здесь есть аграрный вуз, который позволяет нам здесь же активно работать с кадровой составляющей на селе. Помимо официальной демонстрации техники и большого совещания, День поля – это всегда праздник. Впервые в этом году прошел конкурс механизаторов по мастерству управления трактором. Победил тракторист с 13-летним стажем из Александра Невского района. Маневрировать среди препятствий, да к тому же еще и на скорости. Такие задачи отличаются от ежедневной работы в поле. Поле все равно ближе. Все. Очень тяжело здесь было. Все новые. Первый раз. Трактор совсем другой. Попробовали выполнить конкурсное задание и мы. Главное в конкурсе – это показать умение правильно и быстро маневрировать. Что касается меня, у меня получается пока что ехать только прямо. В Рязани появится реестр недоступной среды. Жители города просят назвать участки городской инфраструктуры, преодолевать которые им наиболее некомфортно. В первую очередь проект должен помочь маломобильным группам населения. К ним относятся лица с ограниченными возможностями здоровья, родители с маленькими детьми и пенсионеры. Подробности в репортаже Галины Ершовой. Вишневые, 19. В этом доме живет Роман Башлыков. Душа компании, активист и инвалид первой группы. Два месяца назад наш телеканал снял репортаж, в котором молодой человек рассказал, с какими сложностями сталкивается при обычном походе в магазин. Тут был бордюр, высота где-то сантиметров 25. То есть здесь преодолеть его было вообще нереально. Приходилось объезжать по проезжей части. Более двух лет Роман обращался в органы власти, но получал лишь отписки. И, наконец, месяц назад при ремонте улицы Вишневой на месте огромных бордюров появились скосы. Сейчас их высота составляет всего 4 сантиметра. Такие съезды нужны не только инвалидам-колясочникам. Переходить дорогу стало удобнее мамам с маленькими детьми и пожилым людям. Решить проблему Роману помогли активисты Общероссийского народного фронта. Сейчас они вместе составляют реестр недоступной среды. Список мест, где людям неудобно жить и передвигаться. Ремонтируют проезжую часть, дорогу, тротуары. Соответственно, не забывать, просто не забывать сделать съезд. Просто вносится в проект, в смету, вносится сумма какая-то, если она вообще требуется. По большому счету, должно быть в каждом проекте съезды, пешеходные переходы, тактильные плитки. Это все уже должно быть заложено. Просто, если это не заложено, просто очередной раз напомнить строителям, администрации, что нужно это сделать. Пожелания обычных граждан передадут в органы власти. Активисты надеются, что это поможет маломобильным людям быть активнее, больше гулять и общаться, как это делает сам Роман. С улицы Весенний на Орешку, то есть получается где-то 8 километров в течение двух часов. У меня маршрут такой был в центр, это уже ближе, это я уже, можно сказать, не считаю. Там на стадион ЦСКА я ездил своим ходом тоже. Знаю ребят, которые из Песочни в Канищево ездили. В принципе, была бы среда, люди бы, наверное, мне кажется, больше бы ездили. Однако большие путешествия для Романа каждый день начинаются с маленьких подвигов. Выбираться из двора собственного дома он может только в хорошую погоду. Отмостка разбита, перед подъездом все разбито. То есть колеса в яму попадают, я оттуда уже выехать не могу, рама ломается. Коляски в течение, выдаваемые на 4 года, ломаются за 2. Через двор, вот вы сами видите, проезд, это кошмарный просто. Сейчас пока сухо, во время, после дождя я выехать из двора вообще не могу. 27 июля он написал заявление с просьбой отремонтировать дорогу и отвез в управляющую жилищную компанию железнодорожного района, на себе прочувствовав непродуманность инфраструктуры городских учреждений. А ведь именно они должны быть образцом доступной среды. Ответ обещали дать в течение месяца, а пока Роману остается надеяться на сухую летнюю погоду, которая позволит ему наслаждаться свежим воздухом и посещать городские мероприятия. В Рязани продолжаются работы по исполнению поручений главы администрации города. Так, 26 июля на улице Электрозаводской прошло общее собрание жильцов многоквартирного дома. На нем присутствовали заместитель главы администрации Рязани Андрей Ульянов, депутаты Рязанской областной и городской думы, представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, префектуры советского района и управляющей компании. Вместе с горожанами они определили порядок действий для установки во дворе дома номер 54 детского игрового оборудования. С просьбой о содействии в решении вопроса благоустройства дворовой территории и установки там детского игрового оборудования жильцы дома номер 54 по улице Электрозаводской обратились к главе администрации города Олегу Булекову в рамках работы мобильной приемной президента в правительстве Рязанской области 20 июля. Буквально через несколько дней была организована встреча представителей власти с жильцами данного дома. На ней был определен алгоритм действий, который в итоге должен привести к появлению на данной дворовой территории детской площадки. Как пояснил на общем собрании жильцов дома заместитель главы администрации Андрей Ульянов, для установки во дворе какого-либо элемента благоустройства необходимо прежде всего надлежащим образом оформить земельный участок и утвердить большинством голосов собственников решение об установке детской игровой площадки. Для нас принципиально желание жильцов. Если у вас такое желание есть, мы сделаем все, чтобы эта заявка была подана и ваше желание было исполнено. В том числе и по порядку софинансирования и содержания жилья. Поэтому для вас принципиально все-таки, что было вами озвучено, все ли хотят детскую площадку. Вот реально, все ли ее хотят. И самое главное здесь все-таки надо принять, что это решение большинства. То есть, если всегда найдется один-два человек, которые против всего всегда. Не надо прислушиваться прямо к одному-двум, которые против всего, потому что жить всем здесь. И уже после принятия соответствующего решения жильцы смогут обратиться с соответствующим заявлением в свою управляющую компанию. На основе такого обращения собственников управляющая компания сможет претендовать на получение субсидий в рамках муниципальной программы развития жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, Андрей Ульянов предложил собственникам жилья дома номер 54 по улице Электрозаводской консультативную помощь специалистов управления земельных ресурсов и имущественных отношений для ускорения работы по оформлению земельного участка под установку элементов благоустройства. 26 июля примерно в 14 часов в поселке Октябрьский Михайловского района произошла серьезная авария с участием мототранспорта. Мужчина, управляя автомобилем «Хонда», не предоставил право преимущества проезда мотоциклу под управлением 16-летнего подростка, который ехал вместе со своим сверстником. В госавтоинспекции отмечают, что ребята были без защитных мотошлемов. В результате дорожно-транспортного происшествия юный водитель мотоцикла, а также ехавший с ним в качестве пассажира сверстник, получили травмы, с которыми были госпитализированы в больницу. Уставшие от пробок на дорогах, рязанцы должны вздохнуть с облегчением. С 27 июля Кремлевский вал открыт для проезда, и движение по нему возобновилось в полном объеме. Этот участок дороги должен прослужить продолжительное время. Напомню, что 27 июня на Кремлевском валу в районе дома номер 2 произошло повреждение конденсационного коллектора с провалом грунта. После этого были предприняты все необходимые меры для проведения аварийных работ. В процессе проведения работ был также обследован коллектор на всем его протяжении в районе Кремлевского вала, что составляет порядка 400 метров. По результатам телеметрических измерений был сделан вывод о том, что замене подлежит весь коллектор в связи с тем, что был разрушен верхний свод трубы. В результате трубы оказались под новым асфальтом, и теперь у рязанцев нет поводов для беспокойств при передвижении по Кремлевскому валу. Ремонтные работы на улице Кремлевский вал продолжались месяц. Там было срезано несколько тонн асфальта, под которым рабочих ожидал сюрприз. Брусчатка времен 19 века, но по традиции нашего города в очередной раз с исторически ценной находкой поступили не лучшим образом. Сама территория, на которой ведутся ремонтные работы, это ров древнего города Переславля-Рязанского. Согласно постановлению Министерства культуры, с 2013 года это место объявлено выверенным объектом археологического наследия. Раскопки на самой территории ремонта еще не проводились. Раньше археологи исследовали сам острог, который немного выше Кремлевского вала. Там, помимо предметов быта, были найдены остатки Московской улицы, которая вела от Кремля к Московской подъездной башне. Для археологов важен также и грунт, а точнее слои его залегания. По ним можно более точно определить вехи истории нашего города. Поэтому даже благодаря обычному археологическому наблюдению могло быть сделано много важных открытий. Вопрос, который волнует многих рязанских краеведов, как раз и заключался в том, что никаких наблюдений на ремонтных работах не ведется. Павел Бачков, руководитель отдела надзора и сохранения объектов культурного наследия Рязанской области, поспешил их успокоить. Указанные работы ведутся под археологическим наблюдением. А археологические наблюдения как-нибудь тормозят эти работы или никак не влияют на скорость? Влияют на скорость, но незначительно. Специально организовали так, чтобы самые ценные слои культурного слоя фиксировались, но не замедляли указанные работы. Павел Бачков ответил и на самый главный вопрос, который мучил археологов. Что происходит с брусчаткой 19 века? Сохранять ее в месте обнаружения проблематично в связи с интенсивным движением автотранспорта на этой улице и нахождением большого количества магистральных инженерных сетей. Вместе с тем полагаем, что целесообразным решением по сохранению такой мостовой будет предполагаемая мусификация большого участка такого же примера мостовой на центральной площади, площади Ленина под соответствующим памятником. И если всю брусчатку сохранить не удалось, то остается надеяться, что археологические наблюдения прошли не зря. В Рязани стартовал проект «Зеленый город», инициированный Рязанской нефтеперерабатывающей компанией в рамках задач, поставленных главой региона Николаем Любимовым по созданию благоприятной городской среды. Он предполагает изеленение города силами трудовых коллективов и жителей города. Первая акция прошла возле новой школы номер 75, которая откроется в этом году. Участники акции высадили 75 каштанов и клёнов. Также в этот день было посажено около 300 деревьев в Мамином сквере, что расположено недалеко от школы номер 75, и 400 туй возле 8 школ и 11 детских садов Октябрьского района. Инициатором акции выступил Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Она прошла совместно с директором 75-й школы и администрацией Октябрьского района. Директор нефтеперерабатывающего завода Владимир Абрамов рассказал, откуда появилась идея. В микрорайоне Дашковой песочни живет много человек. Поэтому очень важно, чтобы район расцвел новыми красками. И он признателен всем людям, которые пришли в этот день. Я благодарен и администрации города Рязани, и Октябрьскому району за всестороннюю поддержку этого макияжа. Также хочу отметить тех активных граждан, которые пришли сегодня вместе с нами помочь посадить саженцы. Ведь без них мы тоже не можем жить. Директор нефтеперерабатывающего завода рассказал, что был приятно удивлен тому, как много активистов пришло сегодня. Александр Поляков работает в спортивной школе. Для него посадка деревьев не в новинку. Пришел помочь в озеленении аллеи у школы. А вот Аня Дмитрук и Катя Иванцова посадили здесь свое первое дерево. В нелегком деле им помогали волонтеры. Владислав Фролов заявил, что эта акция первая. Эта акция будет иметь однозначное продолжение. И уверен, что будем жить в красивом цветущем городе. Тем более, что вот этот новый район и здесь этот вопрос очень актуальный. По словам активистов, есть опасения, что часть деревьев не приживется. Представители власти заявляют, что готовы выдать новый саженец вместо погибшего. Сейчас деревьев достаточно, чтобы придать аллее школы красивый вид. Сейчас идет год экологии в Российской Федерации. Рязань никоим образом не остается в стороне. В течение года администрации Рязани кустарников высаживается в 4,5 тысячи. Деревьев в 1,5 тысячи. И вот сегодня при поддержке РНПК мы высаживаем, делаем аллею около вновь построенной школы. Второй этап проекта стартует в конце августа. Зеленые зоны учреждений здравоохранения, культуры, школ, спортивных школ этого же района пополнят еще тысячи деревьев и кустарников. Быстрая жизнь в большом городе предъявляет к бизнесу новые требования. Сейчас важно не только предоставлять товары и услуги высокого качества, но быстро доставлять этот товар покупателям. Так в Рязани появится колл-центр магазина Shop and Show. Модная одежда, изысканные украшения, товары для дома. Наверняка вы смотрели прямые эфиры телемагазина Shop and Show, где ведущие рассказывают о преимуществах товара. Shop and Show – успешная современная компания, и она уверенно расширяет свои границы. В Рязани открывается новый колл-центр. Для трудового рынка Рязани открытие колл-центра Shop and Show – большое событие. Сейчас на работу в телекомпанию приглашаются операторы колл-центра. Условия работы – самые приятные. Белая заработная плата, соблюдение трудового кодекса, соцпакет, возможность карьерного роста внутри компании. Вы только начинаете карьеру. Работа в Shop and Show – лучший старт, о котором можно мечтать. Молодые специалисты обучаются на тренингах и ежедневно повышают свой уровень. Все операторы пройдут тренинги и будут обучены технологиям продаж и отработке возражений. Приходите и возьмите от работы в Shop and Show – все лучшее. Не работа, а мечта. Здесь вы получите бесценный опыт и достойную зарплату. Благодаря гибкому графику у вас всегда найдется время для хобби и друзей. А еще у вас обязательно появятся новые друзья – ваши коллеги. Работа должна приносить не только деньги, но и радость. Благодарные клиенты и чувство, что вы сделали счастливым еще одного человека – это лучшая награда. Вы такое добро несете людям, что хочется жить. Команда Shop and Show ждет вас. Станьте оператором колл-центра. Запишитесь на собеседование по телефону или по электронной почте. Не упустите свой шанс. Это все новости на данный момент. За событиями вы можете следить на нашем официальном сайте, а также в группах в соцсетях. Хорошего вам настроения и до встречи. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Рязанским ипотечным фондом Я сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом.